Смерт из России, Red Corner Boxster from Russia, Джамбулат Пижама! В синем углу ринга, спортсмен из Узбекистана, Blue Corner Boxster from Uzbekistan, Саид Джамшид Жафара! Рэпери Байерто Роднаев, Россия! The box referee is Байерто Роднаев, Россия! Боковые судьи Вячеслав Титов, Беларусь, Антон Герайин, Россия, Семен Румянцев, Россия, Александр Кашуба, Россия, Андрей Процека, Россия! Р rutичка Gerade Роднаев, Россия, Александр. Редко Ремczyćа римуна Семена и IV Россия,gesamt Рабц incapable, Order Байерто Семена и Ацена, Россия, repetition PETER Редко,�� Федер Aloибрянцев, Россия, Семена, Россия ретбал около 200 страны, посему говоря. Давай, давай. И в правом углу ринга Саид Джамшил Жафаров, представляющий Узбекистан. Оба уже к своим годам достаточно титулованные боксеры с хорошим опытом выступления на международных стартах. Что касается Саид Джамшила Жафарова. В прошлом году он выступал на чемпионате мира в Сербии, в Белграде, где в одной четвертой финала вылетел. Остался без медалей. Но стоит отметить, что в том же году он стал чемпионом Азии. А это, чтобы вы понимали, один из самых серьезных титулов. Потому что азиатский чемпионат очень сильный. Все страны Азии привозят сильнейших боксеров. Это и Япония, и Филиппины, и Узбекистан, Казахстан, Киргизия и многие-многие другие. Поэтому это дорогого стоит хороший боксер с хорошей техникой. Что касается Джамбулата Бижамова. Наверное, во-первых, стоит отметить, что в прошлом году в Кемерово, в принципе, Россия, проиграл, ну никак не проиграл, наверное, скорее будет уступил в финале, стал в итоге серебряным призером. Но при этом уже в 20-м году два раза побеждал. Хорошо сейчас получилось. Он также чемпион мира среди молодежи, получается, двукратный чемпион России. Один раз стал серебряным призером. Ну и среди юниоров трижды становился лучшим на европейском континенте. Отметим, что в Сербии... Здесь это поправка. Да, вот он в прошлом году, наверное, России-то первый стал. Все-таки немножко ошибся, поправляя в себя. Но вот на чемпионате мира в Сербии в финале, к сожалению, уступил и стал серебряным призером мышцового чемпион мира в Белграде в Сербии в прошлом году. Хороший размен ударов пошел сейчас. Концовка первого лауна огненная получается в исполнении обоих спортсменов. Здесь оба попадают. И удары такие хорошие. Все-таки вес 75 килограммов. Хороший бой ожидаемо. Джабулат Бижанов, Тула, Россия, 21 год. Джабулат Бижанов, Тула, Россия, Red Corner Boxer, who is one of the box. Чемпион России 2021 года. Финаличный чемпион мира 2021 года. The boxer is two-time Russian boxing champion. He is also 2021 boxing world championship finalist. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Второй рамп, но ожидаемо. Оба боксера показывают такую хорошую технику. Оба отобрались на мир в прошлом году. Оба вероятнее всего будут участвовать в отборочном цикле на лингийской игры в Париж, который будет проходить в 2024 году. Ну и, конечно же, вероятнее всего увидим мы здесь попалось, сильно попалось. Ждем сейчас отсчитывать. Боярко Роднаев, рефери в ринге. Серьезное было попадание, но... Поднялся Бижамов, готов продолжить бой. Сейчас, конечно, постарается Жафаров закончить все во втором раунде. Тем более еще две минуты боксировать. Только как всегда приходит сейчас Бижамов. Сейчас, конечно, вся инициатива на стороне Узбека. Напомню, что в следующем году Чемпионат мира пройдет как раз-таки в Узбекистане, где, вероятность всего, если сохранить с собой пост первого номера в этом весе Жафаров, то увидим его. Да, помню, в прошлом году он стал Чемпионом Азии. Выцеливает, высматривает, а не спешит, здесь попадает еще. Еще есть. Вот показывает реферу, что открытая перчатка попала, но вот, может быть, неумышленно это было. Хороший такой конкурентный бой. Мы с вами наблюдаем. Это настоящее украшение этого турнира. Концовка раунда, но главное, что Бижамов не посыпался. Попадает один раз на Жафаров. Хороший удар получился. Интересно, конечно, как судьи рассудят, но в бои очень равны. В сильном углу рига, содержащий Жафар, Узбекистан. Третья Жафар, Узбекистан. Луфа боксер. Боксер 23 года. The boxer is Montesquieu. Победитель чемпионата Азии 2021 года. He is 16.1 Asia Boxing Championship winner. Редактор субтитров. Третий раунд начинается. Вы знаете, есть, конечно, такое ощущение, что второй раунд, судя по тому, что мы с вами видели, конечно, остался за боксером из Узбекистана. Очень хорошо его провел. Тут абсолютно первым номером, мне кажется, где всяких вопросов. Ну, такой близкий бой. Конечно, этот раунд будет ключевым и решающим в этом поединке. Напомню, мы с вами смотрим финал из своей категории 75 килограмм. Снова, как и уже в втором раунде, сейчас выцеливает. Вот слышим, сейчас играет из Узбекистана, очень активно поддерживает своего боксера Узбекистан. Узбекистан, они скандируют. Вот и включились местная публика. Мне кажется, вы сами все-таки, ребята, слышите. Россия, Россия скандирует. Россия, Россия. Россия. Никто знает, такая атмосфера турнира, которая проходила в 2019 году, когда был провал аншлаг. Здесь, конечно, пытаются одиночными ударами попасть и подгоняют здесь трибуны обоих боксеров. Тут, наверное, уже больше борьба пошла в ринге, нежели бокс. Есть еще время на концовку. Минута остается. Равный бой абсолютно, хотя, может быть, первый раунд больше остался за Бижамом. Второй, однозначно, за Жафаровым. Сейчас пытаются, пытаются попасть. Одно попадание может закончить бой сразу. Дросается с ног Жафаров. Еще размина не получается. Но вяжется здесь активно в концовке уже Бижамов. Это больше так уходит от ударов. Но вот здесь правая пытается попасть. Жафаров тут концовка. Последние секунды. Будет ли еще попытка ударить, если раскрывается при... Но есть все. Друзья, красивый бокс. Это точно настоящее украшение сегодняшнего вечера. Интересно будет, как все-таки судьи расценят, кому отдадут победу. Но бой абсолютно близкий. Чемпион Азии. Узбек Джафаров и серебряный призер Чинатанила. Двукратный чемпион России Джамбулат Бижамов. Интересно все-таки, кому отдадут победу в этом красочном бою. Добро пожаловать в этом поединке. Повел Денисов, раздельное решение судей. Сайджаршин Джафаров, Узбекистан, синий угол. Да, и чемпион Азии становится победителем тройнера в памяти Константина Коробкова. С 2022 года он был лучше, был чуть точнее. Но здесь отдадим уважение, конечно. Большое спасибо обоим боксерам за этот яркий поединок в ринге.